всем привет и доброго утра я с утра и сдала анализы хочу проверить свой холестерин все анализы как я себя чувствую я делаю всегда это два раза в год а сейчас мы идем до и ндр сделал третью прививку я пока мне еще пока рано и мы сейчас идем возьмем и лачек лекарства и я иду на встречу с югинями все успела такая погода классная знаете тепло так вообще как весна как будто думаете я ничего не сняла вот не надо было ей говорить она дала только что социальное обязательство ходить начнем по новой вот так мы сидим получаем пользу друг от друга и вот наша новая югиня лиля она тоже давно проживает мерсине но впервые с нами лилечка тебе понравилось нашего занятия мне очень понравилось спасибо большое алене что меня за шкирку сегодня притащила сюда а что именно тебе понравилось во-первых общение с вами я пришла какая такая да и прямо уже сейчас все я это йога очень понравилось массаж лица что сидим на свежем воздухе очень понравилось значит вот придешь значит к нам присоединяешься да если вы меня берете то девочки мы берем ее и вы приходите кто и кто хочет найти друзей в лице нас приходите к нам присоединяйтесь будем вместе пить чай кофе разговаривать о том о сем такой красивый салат цезарь с курочкой я себе приготовила сыр зеленце супчику такой из чечевицы зеленой с кабачком мужа приготовила вот пизелье такой красивый салатик съел испанак доедает вы знаете пишите мне некоторые что как это без мяса на мясо он ходит вот с друзьями часто и кушает пойдет на прогулку возвращается с этим поэтому я не снимаю вам у меня не получается готовить так как он любит котлеты да все нашли выход я светлана от а турецкий блогер из города мерсин в блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45 показываю плюсы и минусы мерсина свой быт путешествия развлечения недвижимость занятия йогой и рисование нейрографики провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы stories моя каждодневная жизнь красивая и счастливая добро пожаловать на мой канал от меня вам стопроцентная польза позитив и хорошее настроение а также появится уверенность и любовь к себе с любовью ваша светлана всем привет друзья мои ваша спортсменка бежит на набережную вода замечательно посмотрите какое небо увидите какое красивое небо не такие планы я сегодня выспалась прекрасно себя чувствую и очень хочу быстрым шагом потопать по набережной ну а также я взяла с собой карту и если будет там велосипеда свободный не будет сильного ветра то я обязательно покатаюсь настроение у меня хорошее каникулы заканчиваются но у меня в принципе каникул не было если бы я жила в грузии я бы ощущала это а так все одно и то же все хорошее одно и то же любовь счастье исполнение желаний вкусная еда и еще у меня такие планы сегодня воскресенье я посмотрела что нас холодильник опустел и по возвращении когда я вернусь домой накормлю мужа и сама позавтракаю и пойдем на базарчик куплю припасов хочу накупить и капусты и в общем пополнить все весь холодильник пополнить овощами вот такие вот у меня планы сегодня погода замечательно теплая вот рыбак сидит классно столько чаек там покажу вам поближе как красивая картина да молодые ребята не шли и кормят их а у нас хлеба не остается потому что знаете что я делаю тостеры потом сыром и еще что-то куда-то я вообще не кушаю хлеб уже второй месяц скоро будет только нюхаю его посмотрите как красиво да а что я друзья мои с этой стороны красивый пейзаж красивый мерсин январь месяц 9 января вот такая шикарная погода как раз удачная погода для этого вида спорта ветер сильный неужели взлетит он как они не боятся а такой ветер наверное смельчаки друзья мои вот я дошла до марины почти туда дальше не буду идти такой сильный ветер очень сильный ветер и местами холодный села посидеть снять вам видео такие красивые цветочки да клумбочки какие же они действительно красивые на них смотришь настроение поднимается сейчас у кого-то снег вокруг а у нас такая травка зеленеет солнышко блестит красота друзья мои буду я возвращаться это очень много дела у меня впереди что влюблю турецком народе так это смотрите они знают как провести свои выходные всю неделю они работают а по выходные они на природе такой красивой турции все идут на пикники видите как много мои дорогие мы только что пришли из базара решили пойти в воскресенье вот рядом возле наш базар и я покажу что мы купили и так же мы зашли еще в юсбир не знаю сколько сто лет потратили мы на базаре только кажется так вы мне видите получше сейчас вместе с вами покажу что купили в общем купили мы и потом расскажу о ценах естественно у меня сегодня такой день был я пришла домой такая уставшая после набережной и включила инстаграм посмотрела а там моя Катя в прямом эфире все йогу делают и я такая была никакая села на коврик сам даже ноги выпрямить не могла и через пять минут йоги у меня появилась энергия все воли прошли во всем теле такой расслабон просто обалдеть так купили мы пакеты наконец-то купили мы зубную пасту вот пожалуйста я купила вот такой вот красный перец потому что обычная расходница железные щеточки так хотели курочку курочки не было закончилось купили вот грудку купили пупочки печени тоже не было кстати этот чек 282 лиры оставили в юсбире я вам покажу сейчас что мы купили вот такие свиньки купили на кофе лаваш я купила потому что не хочу тесто делать мучное для ашфима а это лаваш все таки без пирожей вот такой чай купили зеленый чай не шил чай купили это нужно постоянно обновлять ну и мы вместе с пастой берем постоянно часто меняем зубные щетки с мужем крем для рук вот такой малюсенький купила большой не нашла кофе мое любимое оно подорожало сейчас пак мои дорогие что мы еще купили так ну это брокколи купили на базаре грибы полкило на базаре купили шампиньоны салат листья наверное это салат айсберг 4 лиры да салат айсберг 4 лиры брокколи там не знаю сколько и яйца 41 лиро 41 лиро недавно было 33 ну недавно месяц назад еще что мы купили друзья мои и сейчас покажу что на базаре купили помидоры купили по 3 лиры килограмм хорошие или 4 4 кажется яблоки по 7 лир килограмм яблоки дорогие вот вроде бы ее взяли ничего а 300 лир заплатили на базаре и то сумка видно взяли такую капусту вот эта капуста стоит 12 лир мы ее любим вы сами знаете да вот такие грибочки последние набрали очень хорошие видите шампиньоны так картофель взяли в юсбире 5 лир в килограмм на базаре нам не понравилось и в юсбире взяла вот такую капусту вот такую капусту взяла в юсбире для себя на базаре она легкая я не знаю сколько перец 12 лир килограмм смотрим какой горький или нет говорили что не горький вот 5 лир стоит зелень 3 пучка здесь петрушка я захотела укропчик и роколу сейчас скидки в юсбире на лук лук стоит 2,50 на базаре а в юсбире вы можете купить полар 50 вот все упало попадало так и вот купили мы грейпфрукты я смотрю что много видела и вот на марафоне проходила что свежевыжатые соки они очень повышают сахар и поэтому их рекомендуют есть кушать с мякотью буду приучаться кушать с мякотью а не выживать соки еще что купили морковь купили по 5 килограмм купили хорошие вашингтоны 3 лиры 3 лиры килограмм так еще что купили мимоны 2 лиры килограмм можно пожелать ой авокадо купили помялось моё авокадо такое спелое 25 лир килограмм и чеснок 15 килограмм домашний вот и все наши покупки мои дорогие сейчас буду все убирать и готовить кушать потому что я еще сегодня ничего не кушала а так хочется и хочется посмотрите авокадо какое спелое мы его придавили я его так полюбила в этом году в том году не осознавала не понимала его вкус а вы там смотрите вот сейчас что мне кушать у меня есть суп я могу просто сделать салат курица у меня есть вместе с курицей сделать цезарь яйца отварить и вот моя еда много мне не надо ой какой какой спелый авокадо короче говоря я в шоке а там были на базаре авокадо как как огурчики 40 лир килограмм они без косточки посмотрите какая красота можно и намазать на лицо ммм мм ммм короче говоря вот такие у нас покупки сегодня мои дорогие сейчас буду распаковывать все складывать по местам буду готовить ужин приятного вам вечера 6 часов, без 15 6, мой муж сегодня не пойдет никуда потому что его друг по воскресеньям по воскресеньям ходит в ресторан тот, который для всей семьи покупает так как у него мама пожилая и сын с ним живет, он в разводе и есть женщина которая ухаживает за мамой но она по воскресеньям не работает, естественно кушает, не готовит и вот он в воскресенье идет туда в этот ресторан и заказывает для своей семьи еду и поэтому мой муж не ходит гулять по воскресеньям будем коротать вечер вдвоем с мужем ну все, пока-пока ставьте лайки, пишите комментарии спасибо за ваши за ваши просмотры с вами Светлана Ата вот я, наверное, полтора часа вожусь на кухне и у меня такая пришла мотивация посмотрите, какую вкуснятина я делаю для себя капусту делаю наконец-то, а то я все не находила время на себя капуста с грудинкой с шампиньонами долго надо возиться, да так, потом все пока разобралось видите, на кухне все разложила по местам сейчас вот жарю сотей с грибов и грудинки а что мы тоже так, это жарится посмотрите какой у нас гром и чуть-чуть дождь пошел ну тепло на улице вот мы только что закрыли все двери тепло давно не было у нас дождя не знаю, что за этим дождем придет но в данный момент вот так вот ветерочек немножко вот там, где светится это аквапарк там, кажется, ресторан сделали сейчас рыбный люди сидят и кушают наверное, не знаю не буду утверждать но по-моему вот такой дождик у нас вот я вся хозяюшка так я устала сегодня такая нагрузка у меня физическая съела один грейпфрут прям проглотила с таким удовольствием пошла я готовить вот такое красивое суте получилось и вот такой салатик приятного аппетита а вот и моя еда готова вот такая еда у меня а вот и моя еда